Всем приветик мои хорошие девочки, мальчики. Только что парканула, аж в самом конце. А мы сегодня будем возле пляжа. И вот иду сама себе и рассуждаю. Думаю, ну как покупать, допустим, у нас здесь дорогие модели. Девочки, вот так припарковалась, вот так промежуток. И это я уважаю, допустим, расстояние, да. А кто будет выезжать, откуда, будет гарантия, что тебя не поцарапают. Смотрите, какой у нас сегодня день, а. Уже второй день, наверняка это ж Калима. Калима это, как вам сказать, пыль африканская, это оранжевая стоит. Точно, видите, на моей машине не видно, а здесь поведнее. Буквально за ночь. Ну так о чем я? Говорю, что вот представьте, да, припаркуешь ты свою машинку где-нибудь. Ты же не будешь постоянно ее в гараже держать. Куда-то ты выезжаешь, правильно, где-то прогуливаешься. Приедешь, а кто-то, допустим, новичок или мало ли чего, кто не уважает. Херанул, поцарапал и погнал. Понимаете, вот так вот у нас всегда случается. У кого не посмотрю, все почти поцарапаны. Все, или сзади, или спереди. Здесь уже пальмочки подрезать надо. Боже, люди вот понакидали так вот по-свински. У нас специальные эти самые контейнера есть. Но видно, с вчерашнего дня они забрали, понарезали и покидали. Ну, в принципе, а куда им девать их, правильно? Мусор не забирают. Только посмотрите, какое сегодня у нас утречко. Спокойненькая водичка, как всегда, девочки. А вот и самолетик летит. Кто-то домой едет с отпуска, девочки. Кстати, напишите, где вы в этом году были в отпуске? Где у вас был отпуск? Где вы отдохнули? Потому что мы, как говорится, отсюда не вылазали. О, видели, какие облака, девчонки? И уже два дня стоит вот такое вот, да? Хотя бы хоть капелька упала дождик. Ни хренушечки. Ой, девочки, какое я ноченьку вчера провела. Боже, оно уже немножко легче. Кашель это кошмарный. Прямо душит, вы знаете. Я уже не знаю. Сейчас, кстати, пришла. Утром сегодня встала. Вроде бы уже так полегче немного. Прихожу сюда, и опять начинается кашля, потому что здесь влага. Ну, у меня наверняка уже давным-давно осматическая, потому что пользуюсь вот этими спрайтами, как они, да, называются. Не спрейт, по-испански спрайт. Пшикалками, короче, для носу. И стараюсь, девочки, вообще не курить. Сегодня встала, вообще ни одной сигареты. Я никому ничего не буду рассказывать, уже, знаете, не молиться, не клясться, потому что я вижу, с меня толка мало. Я вижу, что я начинаю, потом срываюсь. Ну, да, вы правы, курить надо меньше. И вы знаете, наработки, то же самое я заметила, вот, когда в таком состоянии, потому что, когда работаю, вот, в закрытых помещениях, если пользуюсь чем-то, допустим, ну, все химическое, все химическое, то тоже начинается кашель, девочки. Ну, это все дается. На каждой работе есть какие-то вредности. Если не психологические, тебе мозги выносят, твой напарник или хозяин. Или вот таким способом. Так что, что поделаем, девочки, что поделаем. Сейчас, куда ни посмотри, везде вредность, даже вот это вот небушка, понимаете, да, вот эта вот вся хрень, это что думаете? Это то же самое, там что-то наверняка есть, потому что раньше никогда у нас не было этой африканской пыльи, как говорится, день через день. А сейчас она, можно сказать, каждый месяц по несколько раз в месяц, это с чего-то оно берется, правильно? И вообще, ради интереса, вот напишите, кем вы работаете и как вы думаете, какая у вас вредность? Если мы так начнем перечислять, то в каждой работе, девочки, есть какая-то вредность. И я говорю, что или психологическая вам мозги выносят, или физическая нагрузка, или, ну, я не знаю, все сразу. Кстати, будет очень даже интересно. Мне кажется, работы, которые не действуют на нас, вообще ничего, ни одной нет. Правда, говорят, да, от работы кони дохнуть. Так что, девочки, мне кажется, везде есть какая-то вредность в любой профессии. Гляньте, да, ребятки, 8.15 и сколько людей уже на пляже. Потому что жара неимоверная. Август, это у нас самый такой тяжелый месяц жары и влаги. Ой, как бы я покупала сейчас бы, а? А я, вы знаете, сегодня буду купаться в своем поту, потому что набрала уже, девочки, переодевачек куча, по 2-3 кофты, потому что за 4 часа, которые проработаю, я потом как сардина в своем личном, собственном соку. Надо переодеваться, вы знаете, потому что когда сквозняки вот такие, потеешь, выходишь на балконы, а там кондиционера нет на балконе, вы понимаете, начинаешь потеть, выходишь никакая. Потом заходишь в холодный кондиционер, вот вам, как говорится, отличная формула для заболеваний. Девочки, пришла мокрая, как хлющ. Знаете, шоу, в последнее время начинаю смотреть немножко такие, знаете, шоу-нибудь такое повеселительное. Успокаивающее. Ну и зашла, короче, на Comedy Club, Comedy Woman, такое все. Девочки, там такое ржачь увидела. Я вчера, кстати, скинула в Телеграм моим девчонкам, чтоб они тоже поржали немного. Ну, разговаривает тема мужчина. Говорит юморист, говорит, вы представляете, говорит, девочки, эти мужчины, они еще, мол, типа, ну я бы скажу своими словами, говорит, они еще прихорашиваются. Да какая нам нахрен разница, красивая вы или нет. Говорит, какая нам разница до чужого мужика. Ведь у каждого этого мужика есть жена. Ох, я поржала. Так, главное, дело в том, что еще, говорит, жены есть разные. Говорит, у меня, говорит, подруга, она ревнивая, говорит, пипец как, говорит. А там на мужика, говорит, посмотришь, девочки, да, а там думаешь, боже, ну нафига мне твой Шрек вздался. А она же его ревнует, говорит, боже, на стены ли я лезет. А кто-то, может, моего Ваньку заберет, говорит, себе, а я, говорит, стою и крещусь, говорит. Кому он обосрался? Да еще такой ипертоник, говорит, твой Шрек. Девки, я упала, блин, я качалась до утра, блин, от смеху. Ох, я представляю этого зеленого Шрека и ипертоника, блин, пипец, с этим пузеней. А в принципе, да, девочки, у нас в возрасте мужики уже все, в принципе, с животами. Да и мы тоже, правда. Но вот такие вещи мне нравятся. Полную версию я оставила девочкам в Телеграме, заходите там, поржите. Ну, бывает, у меня пробьют такие смешинки. Ну, правда, надо же настроение поднимать чем-то в этой жизни. Девочки, кашель душит, это не то слово. Ну, я вам еще не рассказывал, наверняка расскажу, что потихоньку стараюсь сейчас бросить курить. Девочки, трешняк, на стены лезу. На стены лезу. А вот скажите мне правду, да, девочки, ну как я раньше без этого жила? 26 лет не курила. Блядь, какая скотина, блин, какого хрена я первый раз этого взяла? Попробовала, а? А теперь вот тяжело скинуть. А вообще, вы знаете, девочки, я вам могу сказать такую вещь. Вот, хоть я и живу в Европе, ну, в Испании живу, в Испании. Не знаю, почему так много всех выбешивает это. Смотрю вот именно юмор, где высказывается жизнь вот наших стран, полностью всех стран, и чем люди дышат, вы знаете. И вот как зал сидел, реагировал вот именно на эти все смешинки. Они просто пока там выскакивали там, понимаете, да? Хоть и многие, многие из вас пишут, ой, а в моей стране-то там вообще обалдеть как, девочки. Я ничего против не имею, потому что против в Мете Вышу я именно живу здесь. И вот именно о вашей жизни можно легко узнать именно о ваших проблемах. То, что насчет пенсионеров, там вот особенно, сколько выплачивает. Ну, девочки, это не прикольно. Ну, я тоже очень много узнаю от таких вот юмористов. Ой, девочки, короче, в четверг иду стрижься. Не знаю, наверняка, может быть, даже и попробую немножко оставить вот эту челочку. Может, она у меня уляжется в какое-то место, хотя, в принципе, я уже не знаю, я сомневаюсь. Но то, что сзади постричь уже надо прямо аж пыщить. Надо что-то пробовать новенькое. Ну, короче, попробуем. Попробуем что-то новенькое. А сейчас надо идти что-то жраточки готовить. Хотя, вы знаете, честно говоря, мне очень нравится, когда у меня открытый лоб. Не знаю, думаю. Думаю. Ребенки, хотела вам рассказать одну ужасную историю, которую я сегодня услышала в больнице от одной женщины. Вернее, они сидели там, разговаривали, что, оказывается, в прошлом месяце, в июле, поняли, да, у нас, в нашем городе, возле больницы, одна мамочка, короче, бросила своего грудного ребенка. Младенцу было, мне кажется, от 5 до 9 месяцев, точно не пишется. Но там такая кашеватья получилась, кашематья. Потому что ребенка, я так поняла, передали по рукам. Там был тихий ужас. Не просто мать бросила. Но, вы знаете, честно говоря, никогда никого не осуждаю в этом плане. Ну, по крайней мере, девочки, хоть перестали бы детей выбрасывать в мусор. Ну, так слушайте, первая версия была такая, что мама, видно, молоденькая мама, короче, получается, может, даже несовершеннолетняя, точно там не пишется, оставляет ребенка, вот, в больнице, в которой я была, где синий шарик, под синим шариком, короче, я так понимаю, в коляске, бросает ребенка и смывается. Потом звонит в полицию, приходит туда, ну, и говорит ему, типа, звонит и говорит, что я даю грудь ребенку до сих пор, но я дело в том, что не смогу смотреть за этим ребенком определенное время. То есть, наверняка не было, чем кормить или я не знаю как. Ну, короче, у нас звонит в национальную полицию и сообщает об этом, где подбирают ребенка. И, конечно же, вы понимаете, что самое интересное, что если вы бросаете ребенка вот таким способом, даже предупреждаете, все равно у вас идет срок. А временном, временном, как перевести с испанского, то, что вы временно покинули ребенка, тоже вам пришьют срок. Так, подождите, это еще не все. Раскрутка в чем была? Оказывается, как все это было дело? Сначала написали первую версию, потому что вся легмерия гремела, а я об этом даже не догадалась. Потом они, короче, сказали такое, что мама предложила своей маме или по мужу, по мужу, да, линии написали, присмотреть за этим ребенком. Не знаю, что там случилось. Может, девушка была просто, как говорится, и правда, была тяжелая ситуация, и она попросила помощи у свекровьих, я понимаю. И получается, свекровь, видно, не захотела смотреть за этим ребенком. И она передала, знаете, опять по рукам ребенка, а подружки мамы ее, ну, получается, ее дочке. Подружки ее дочке отдала этого ребенка. И, видно, та какие-то дни за ним посмотрела за этим ребенком, но тут ей нужно было идти к врачу. И получается, я так понимаю, у нее наверняка свои дети были, потому что, если не смогла смотреть или не захотела, или это отговорка какая-то была, получилось такое, что она звонит в полицию и сообщает, вот, смотрите, вот ребенок, я за ним ухаживать не могу. Это была вторая версия. И задерживают, короче, в скором, задерживают и бабушку, и, конечно же, ну, эту женщину последнюю нет, подружку мамы. И задерживают, короче, маманю. Но, девочки, вы знаете, осуждать мы никого не можем в таком положении, правда? И правда, что не выкинула, никому-то не подбросила, но, честно говоря, в Испании это очень тяжело. Мало того, что проблемы большие у нас, видите ли, да, что не хотят рожать люди, но, честно, ну, почему ты не пойдешь, допустим, в детский дом куда-нибудь, напрямую пойди отнеси. Ну, я понимаю, что боятся, чтобы критиковать и все остальное, но таким способом тебе пришьют срок. Тебе пришьют срок, ты еще будешь, говорится, потом виновата, и вообще потом ребенка никогда своего не увидишь. И, честно говоря, очень жаль, что вот просто молодые люди, подростки, может, даже эмигранты, которые, ребята, приезжают, не зная закона, они очень боятся всего. Лучше напрямую идти, как говорится, в такие центры и оставлять ребенка, чтобы он бедный не страдал, не передавать, не перекидывать по рукам и не бояться, что тебе скажут люди, как говорится. Хотя здесь, видите, люди намного раскрепощенные, но, тем не менее, слава Богу, что все обошлось, что ребенок здоровенький, я так понял, а девочка. И, как говорится, поддерживают в приюте ее у нас здесь на Молинус, есть тоже приют для таких деток, временный приют. И подкармливают ребенка, и все нормально. Но история очень, девочки, жуткая. Жуткая. Еще одна потеря, девочки, гляньте. Мой воздушный цветочек погиб. Прицепила его на веточку влажную. Тут он и скончался, блях. Наверное, все-таки надо было ему вообще ни к чему не привязывать, оставить его там. Но, видно, ему много влаги было. Хотя я видела, что его прицепляют к этому самому. Не знаю, что-то у меня он сдох. Жалко. Зато вот этот коврик, гляньте, от моей подружки она мне подарила. Гляньте, как красиво разросся. Да, пока руку не набьешь, а мне так он нравился. Надо будет еще один купить себе. Зато подснижники как цветут, девчонки. Пластмассовые, пластмассовые. Наконец-то я прикрутила вот эту ручку. Вы помните, да? Вот что скука делает. Еще вот эту хрень разобрать, которая при входе здесь. Сука, вода на каждом углу. Это пипец. Куда не пойдешь, везде бутылки. Ну что же это такое, ага? Ну, по крайней мере, девочки, дверку сделала. Куда не придешь, на каждом углу, блин, стоят бутылки воды. Ну это ж пиздец, а? Да, он тоже стоит бутылка воды. Куда не пойди, у нас что, блин? Я не знаю, вода заканчивается. Теперь вот соседи. Кстати, вы знаете, ребята, наконец-то сосед начали делать стройку, в которой горел дом, помните, да? Вон открытые окна везде. И там долбят сегодня целый день. Вы представляете, помните, видео, где я говорила, что у нас горел дом здесь? Сколько? Ну, наверное, месяц точно прошел, девочки. И представляете, только вот только они начинают делать. Наверное, страховка все-таки подтвердила ему, потому что, а может, и сам начал, кто его знает. Но вижу камень, ой, кафель скидывают, все, слышу грохоты. И как раз это возле моей спальни. Ах, а я захотела поспать сегодня, да хрен я вижу, я посплю. Ну, короче, сейчас начал там мяско делать, что-то дома делать надо, потому что вечером сегодня работаю. Ой, и жрать надо, что-то. Вот скороварочки, смотрите, сделала сейчас мяско, поставила. Перчик горошком, чесночок, просто накрыла его скороваркой, и оно у меня проварилось. И сейчас вот хочу сделать, я не знаю, что даже хочу с него сделать. Сейчас возьму вот этот смесь орешков, я их покупала, где не помню, в Лиддере или в Меркадоне. Чуть-чуточку мелко порежу, и в это мяско, девочки, вкусняшка будет. Нарежки засыпала, и пол ложечки крахмальчика, девочки. Сейчас добавлю наверняка сюда немножко водички. Сливок, ну сливок у меня нет, добавлю молочка чуть-чуточку. И вот видели, сейчас оно немножко прокипит, и будет такая вкусняшечка, так что пробуйте.